Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, сегодня мы почтили святых архангелов и ангелов, всех сил бесплотных. Господь сотворил ангелов раньше людей. Прежде чем все появилось в этом мире, появился ангельский мир. Итак, ангелы, в чем их суть, их жизни, их бытия? Нам говорит Писание, святые отцы о том, что они прославляют Бога своим пением. И вот когда мы собираемся на богослужение, то в каком-то смысле мы присоединяемся уже к тому пению, которое началось раньше сотворения мира. Когда на душе хорошо человеку, то человек поет, когда ему радостно. И вот ангелам всегда хорошо, братья и сестры. Их сердце всегда исполнено полноты бытия. Они всегда блаженны, счастливы. Все можете применить по отношению к ангельским силам. И в результате вы получите пение, и, как Исаак Сирин говорит, что характерно для ангелов танец. Но не в том смысле, как мы танцуем. Они бесплотные духи. Но в том смысле, что танец это и есть в каком-то смысле музыка и пение всего человеческого существа. И танец это и есть выражение, выражение сути ангельской. Здесь сложно провести границу в ангельской жизни между танцем и пением, потому что в каком-то смысле это что-то одно. Это мы слышим, видим. А у них слышание – это видение, видение – это слышание. Мы не можем охватить своим умом жизнь ангельских сил. Но это непрерывное ликование, потому что они исполнены полного блаженства. Они, естественно, не болеют, они не стареют, они исполнены жизни. Господь сотворил ангелов намного больше, чем людей. Причу о 99 овцах незаблудших и сотой овце заблудшей, святые отцы комментируют так, что 99 – это ангелы, а одна овца – это человечество. Настолько больше ангелов, чем людей. И нельзя забывать о том, что человечество произошло от одного человека, от Адама. Все мы по природе, несмотря на то, что существуют разные расы, племена, народы, но все люди имеют один корень происхождения – Адама. В каком-то смысле даже не Иеву, а только Адама. Потому что и Ева тоже произошла от Адама. А вот когда идет речь об ангелах, здесь все гораздо сложнее. Существует девять чинов ангельских. Это значит, что все они разные, эти чины. Каждый чин – это отдельная природа ангельская. Вот мы говорим, что ангелы – это духи. Да, они духи. Но по отношению к нам, телесным людям. Но их дух по отношению к Богу, он телесен. Потому что в подлинном смысле этого слова «дух» только один Бог. А люди и ангелы, они все имеют свою телесную природу. Просто эта природа, она разная. Но это еще не все. Ангелы, каждый ангел был сотворен отдельно Богом. Здесь очень величайшая глубина, братья и сестры. Почему? Вот мы, все люди, объединены одной человеческой природой. Мы находимся в неком родстве кровном, друг с другом. Не только в семье, но и вообще со всем человечеством. Потому что, как я уже сказал, мы произошли от Адама, одного человека. А вот ангелы нет. Они бесполые существа. То есть у них нет пола мужского и женского. А, следовательно, они не продолжают свой род. Они не рождают ангелочков. Они сразу появились все. Бог сотворил каждого в отдельности. Когда в Священном Писании описывают, сколько ангелов, то используют такие слова «тьма тем». Тьма? Что такое тьма? Тьма – это то, что беспросветное. То, что нельзя вычислить, что во тьме есть. Помните, нельзя найти черную кошку в темной комнате. Их настолько много ангелов, что мы себе даже представить не можем. И в каком-то смысле тьма является некой другой стороной света. Почему? Потому что, когда человек как бы подбирается своим взором к свету, он начинает слепнуть. И таким образом свет для него становится тьмой, мраком. Поэтому не всегда тьма является отсутствием света. А в некоторых случаях тьма является неким таким перебором для нас в восприятии света. И вот когда мы говорим об ангелах, они вокруг нас, они везде. Они сопровождают нашу жизнь, жизни целых народов. И у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Когда он принимает крещение, то Господь дарует ему ангела-хранителя. И поэтому на самое такое пожелание, когда мы человека прощаемся, мы говорим ангела-хранителя. Или даже когда человек трапезничает, мы говорим ангела за трапезой. Это значит, что человек всегда должен чувствовать, что он наполовину человек, а наполовину ангел сам. Потому что его душевная природа, она сродни ангельской природе. Мы только телом своим близки к этому животному миру. А вот душой своей мы близки к ангелам. И у нас даже есть одно свойство, которого нет у ангелов. И это свойство называется творческим даром. У ангелов нет творческого дара. Они не могут творить ангел в переводе в вестник. Это значит, что он только сообщает для нас, и не только для нас, волю Божию. Но они сообщают волю Божию друг для друга. Потому что девять чинов ангельских значит, что есть самые ближайшие чины к Богу. Потом низшие и так до самых ангелов. То есть ангелы – это самый меньший чин ангельской. Потому что есть херафимы, херувимы, престолы, господство, власть, и начало, архангелы. Девять чинов ангельских. И вот часто вы встречаете на иконах, ангелы держат такой круг на руке, как шар. Там написано «Иисус Христос». Это называется зерцалом. Это зеркало он держит в руке. Зеркало. Почему зеркало? Потому что он сам не может смотреть на Бога. Он как бы смотрит в зеркало и видит отражение Бога. Даже ангелы не могут смотреть непосредственно на Бога. И нам говорит Писание, что они закрывают крыльями своими, как бы глаза, лицо свое. Потому что для них тоже божественный свет в полноте становится божественным мраком. То есть они как бы начинают слепнуть от этого света. Бог – это Бог. Все остальные творения. Ангелы, несмотря на свое величие, свою светоносность, свою огромную силу. Потому что один маленький ангел может развеять все демоническое царство. Все рассеивается демоническое царство. Только от одного появления маленького ангела. Но несмотря на все свое величие, ангелы очень скромные. Почему? Потому что они в каком-то смысле как почтальоны. Они только передают волю Божию. И как Иоанн Креститель, которого называет церковь ангелом пустыни. И часто Иоанна Крестителя изображают с крыльями. Потому что они сообщают волю. И вот Иоанн Креститель сказал, что ему, то есть Христу, надлежит расти в моей жизни, а мне умоляться. И вот ангелы постоянно как бы умоляются. Не в том смысле, что они как бы великие по отношению к Богу. Нет. А в том смысле, что чем больше они постигают величие Божие, тем больше они понимают, что они всего лишь тварные существа. И они смиренные. И в нашей жизни в том числе. Мы только чувствуем их прикосновение. Когда на душе радость появляется. Когда сердце умиротворяется, успокаивается. Когда легкость появляется. Все это прикосновение ангела. Ангела-хранителя. Он прикоснулся к нам. Он пролетел рядом с нами. Он взял свое сердце, свои огненные руки и согрел, когда оно бывает холодное. Он как бы поставил лампаду в нашем разуме, чтобы там был свет. Все это труд ангельский. И мы узнаем об этом только тогда, когда оставим этот мир. Когда мы встретимся со своим ангелом-хранителем. А мы в первую очередь встречаемся, когда покидаем тело, с ангелом-хранителем. И тогда мы поймем, что за всем добрым стоял он. Этот безмолвный ангел, у которого даже нет имени. Мы просто говорим, ангел-хранитель. Они безымянны. Потому что для них самое главное быть этими почтальонами Божьими. Давать добрые весточки для нас. Спасать нас от бед. Вот удивительно, братья и сестры, что мы объединены кровью. Мы люди, да? Мы называем себя единым человечеством. Хотя и воюем бесконечно. Мы видим, насколько кровь плохо связывает людей. А вот ангелы ничем не объединены. Ни один ангел с другим ничем не объединен. Они все абсолютно разные. Все эти мириады ангелов, тьмы тем, все разные. И что же их объединяет? Что же делает их единым целым хороводом, который прославляет постоянно Бога? Почему там нет фальши? Вы же знаете, когда есть симфония, а есть какафония. Когда нарушается что-то где-то в оркестре или в хоре. Они согласно поют. Все гармонично. Они как бы единое целое в движении танца. Почему? А потому что объединяет братья и сестры. Самое главное – воля Божия. И поэтому и в нашей жизни воля Божия должна нас объединять больше, чем родство кровное. Потому что кровное родство – это всего лишь кровь, слабая кровь человеческая. И чаще бывает наоборот. Чем даже ближе это родство, тем больше бывает раздоров и конфликтов. Вот как бывает, люди в семье могут ругаться. Аж до ненависти. Они могут друг друга презирать. И причем они могут закончить свои отношения так, что потом вообще не смотрят в сторону друг друга. Хотя у них общие дети, кровь, братья и сестры. Хотя она и объединяет, но она объединяет и животных, братья и сестры. Это не самое главное объединяющее начало. И здесь мне хочется вспомнить, что сейчас мы называемся народом в русском языке. Народ. Род. Род людской. Вот есть какой-то народ. Русский народ. И другой народ и так далее. Род. И здесь как бы подчеркивается вот это родство кровное. Но не так было, когда мы приняли Христа, наш народ, тысячу лет тому назад. Он не называл себя народом. Он называл себя языком. Язык так назывался народ и называется на славянском языке. Что такое язык? Язык это речь. Язык это орган. Речь объединял, объединяла речь. Речь объединяла духовное, а не кровное тогда. Потому что на этом языке люди молились Богу. Этот народ он помнил, что сам Сын Божий, Спаситель каждого из них. Он кто? Логос. Слово. И в основе языка лежит Слово. Лежит Сын Божий. Человек через диалог может мирно договориться с другим человеком. Может утешить через язык. Успокоить. Но не все умеют этим инструментом пользоваться. Даже если он есть у них. А вот ангелов всех объединяет язык. Это этот народ ангельский. Это язык. Потому что они на этом ангельском языке славят Бога. И это создает единство между ними. И вот пока наш народ прославлял Бога, и хотя было тоже нелегко, все было непросто, то тогда даже все, и болгары, и сербы, и славяны, много всех славянских народов, но все были объединены одним славянским, церковно-славянским языком. Все молились и сейчас молятся слава Богу, но тогда еще и понимали, тогда еще и могли говорить, а сейчас понимают друг друга все эти народы только за богослужением. Это осталось. Потому что все славянские народы молятся слава Богу на славянском языке, но все меньше и меньше. Потому что болгары уже предпочитают болгарский язык вместо церковно-славянского. Сербы то же самое. И вот, братья и сестры, мы должны помнить о том, что может по-настоящему всех нас объединить. И людей между собой, и ангелов, и людей вместе с ангелами. Это то, что сегодня происходило за этим богослужением. Мы все вместе с ангельским миром, этим миром, там, где тьма тем, мириады, молились вместе, прославляли Бога. И помните, как мы говорим ангельскую песнь в Апиемте? Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Потому что впервые прозвучала эта песня. Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф из ангельских уст. А мы уже сейчас подпеваем им. Дай Бог, братья и сестры, чтобы это пение... Кто-то не может устами своими петь, потому что не все имеют такое дарование. Но говорят, сердце поет. И вот когда сердце поет, это значит, что оно поет вместе с ангелами. Едиными усты и единим сердцем славите и воспевайте Бога будем. Храни все Господь. С днем ангела всех. Потому что сегодня мы чествуем всех своих скромных тружеников, почтальонов от Бога, ангелов-хранителей. Храни Господь.